Итак, мы послушали довольно-таки большое количество мнений производственников, это очень немаловажно, думаю, да? Но, к сожалению, скажите, есть северо Ростовской области здесь? Представлены? Не представлены, да? А это вот как раз-таки, Николай Васильевич, недостаток, скажу, это первое. Ну, второй момент, давайте сделаем немножко анализ, подведем, да? В Ростовской области на первом месте по сбору зерна. Зимовниковский район. Что там? Самые лучшие плодородные почвы? Или сорта другие используют? Вопрос в чем? Вопрос в 50 тысяч гектаров пазмичных. Вот. Совершенно верно. Александр Валентинович, я к этому и веду. Дело в том, что мы действительно, когда начали гнаться за культурами, которые, ну, будем так говорить, продаются, а это пшеница, подсолнечник, ну и последние годы немножко кукуруза пошла, так ведь? А остальное все под вопросом. Поэтому, значит, что мы резко сократили разнообразие культур. Второй момент, ну, знаете, как если раньше, возьмем, десяток лет назад, да? Да? Ученые как говорили, что погодные условия раз в 4 года в Ростовской области повторяются. А теперь мы смотрим 5 лет, а не один год друг на друга не похожи. Третий момент. Ну, я постараюсь такие острые недостатки, а потом мы уже, если надо будет, вступим в полемнику, да? Значит, следующий вопрос в чем? Если вы обратили внимание, есть такое понятие, как запас продуктивной влаги, влагонакопление. Скажите, у кого в прошлом году было влагонакопление, даже по паровым полям? На селе это много. Вот я почему говорю, что недостаток нет северян. О них мы сейчас, сейчас мы о них, да, немножко вспомним. Или, скажем, два года назад в Ремонтевском районе там по 60 центнеров получали. Вопрос, а почему? Да потому, что там сложились как раз-таки наиболее благоприятные погодные условия. То есть осадки выпадали в определенные оптимальные фазы роста и развития той же пшеницы. Не от того, что там, скажем, озимую по озимой не сеют и так далее. Или внесли больше удобрений. Следующий момент, на что хотелось бы обратить внимание. То есть нет у нас влаги в почве. Это раз. Что нужно делать? Ну, прежде всего, Вера Владимировна правильно говорит, нужно обратить внимание на кормовые культуры. Значит, кормовые культуры, особенно многолетние, бобовые, они как раз-таки и способствуют, как говорится, удержанию плодородия хотя бы на одном месте. И корневая система способствует накоплению влаги, в том числе органического вещества и влаги. Следующий момент, когда мы говорим о внесении удобрений, вопрос, только и слышишь, да, подкормили селитрой. То есть в первую очередь озимая, да, она очень хорошо отзывчива на внесение азота. Но не забывайте, что формирование корневой системы, особенно вторичной корневой системы, это фосфор. И, скажем, те, которые перешли на технологию нулевую, на утил, они основное удобрение не вносят. Когда же мы говорим о внесении основного удобрения по классике, стараются в основном внести под предпосевную культивацию. Это не глубоко заделанное. То есть мы приходим к тому, что должны подумать о запосфачивании почвы, то есть внесении фосфора на большую глубину. Вот как раз-таки в засушливые годы у нас что получается? Корневая система не уходит вглубь, не развивается. И вот у вас как раз-таки вопрос, я не стал, как говорится, вступать в полемику раньше, да. Скорее всего, что получилось с вашим Иваном, да. Прежде всего, слабо развитая корневая система была весной. Вы когда начали кормить, появилась вторичная корневая система. Но влага уже ушла. Понимаете? То есть вы растения выкормили, заложился колос, а влаги в это время не было. Запал захват, то есть почвенная засуха и воздушная засуха. Вот она погубила ваш посев. Следующий момент. Если мы, скажем, вернемся к отрицательным температурам. Мы говорим, что сорта должны быть зимостойкие. Да, зимостойкие, но если в апреле месяце минус 12-13 градусов, о чем мы можем говорить? Это не зимостойкость, это нонсенс природы. Если, скажем, озимая пшеница вступает в фазу, там, выход в трубку или флаговый лист выбрасывается, конечно же, перед цветением, во время цветения даже плюс 1-2 уже губительно. Уже вы колос не сформируете, не завяжется зерно, завязи не будет. Далее. Вот пострадал больше юг, так ведь? Южная часть Ростовской области. Поэтому, ну, стоит подумать над чем. Что все-таки возврат холодов, там, где более высокие температуры, скажем, и зимой, и весна начинается раньше, да? Вот они провоцируют интенсивный рост пшеницы. Так вот, если действительно в феврале месяце подкармливать, а мне многие производственники звонят и говорят, Константин Игоревич, вот в феврале месяц, видим, сейчас влага есть, и все-таки зима. А зима у нас растет. Кормить нам или нет? Вот так же, как Александр Валентинович, я говорю, конечно же, не кормить, вы гляньте на календарь. В феврале месяце. У вас зима должна быть в марте месяце. Минусы. К чему придет? То есть, если зима тронется в рост, начнет интенсивно использовать азот, нарастает вегетативная масса. И, естественно, правильно вы сказали, что отсутствовать будут углеводы. А углеводы это что? Вот, скажем, если мы возьмем, ну, классику, да, почитаем, то мы говорим, что зимая пшеница, для чего сеется осенью? Чтобы она прошла период закаливания. А что это такое? Это высокие температуры, там, скажем, до 15-16 градусов днем и 3-5 ночью. То есть, углеводы формиобразуются и накапливаются в растении. У нас этого не было, потому что нонсенс. В декабре месяце всходы. Понимаете? То есть, абсолютно необычно. Поэтому году равняться не следует. Я думаю, что следующий год будет совсем другим, абсолютно другим. Ну, и почему я о северянах заговорил? Дело в том, что у них было и минус 20 в это время. Но озимая пшеница была либо под снегом, понимаете? Естественно, это зимостойкость как раз, да? Либо не вегетировала, и никто там азот не вносил в это время. Понимаете? То есть, вот там как раз-таки сорт показал свою зимостойкость. В данном случае у нас не зимостойкость была. А это, вот я же говорю, что нестандартные погодные условия. Ну, и хотелось бы еще о чем сказать. Чем меньше осадка выпадает, тем, обратите внимание, меньше средств защиты необходимо использовать. Так ведь гнили у кого были в этом году? То есть, вы должны смотреть не только по урожайности, а по, как говорится, затратной линии технологии возделывания. То есть, вы должны посчитать все, что мы использовали и получили какой-то урожай. То есть, посчитать рентабельность нужно. И я думаю, что, вот говорят, что в этом году меньше, чем в прошлом году. А рентабельность, может быть, и выше будет. Ну, и хотелось бы завершить таким. Дело в том, что не только сорт является важным, но еще и репродукция. Значит, у меня товарищ в Черковском районе, у них и влага была, и морозов таких не было, и зимостойкость там все хорошо сыграла. Говорит так, что я в этом году получил 39 центеров, в прошлом году 46. Я говорю, а ты же брал элиту, сравни ее с тем, что, как говорится, она дала, на 9 центеров больше. Я говорю, а не пора ли подумать, может быть, репродукцию больше, и затратная часть будет меньше, рентабельность будет выше. Подумайте над этим. Я чувствую, готовы там по 300 килограммам нести азота. А почему бы добавить фосфора, скажем, микроэлементов, и получать высокий урожай значительно, но не первой репродукцией, а элиты. Ну, наверное, все, я думаю, вопросы. Можно маленький реман, может быть, в порядке регламы, значит, в отношении фосфора на сегодняшний день есть такие предложения. Я не биохимик, и вообще не химик, но, как нас случилось, наша наука, потому что первое вознесение амофруса, где-то источник, растение трептерна, трептерна, 20-30 процентов. 15, 15, да. Остальное блокируется тяжелыми металлами. Связывается в спорте и переходит не до сухой. Так вот, на сегодняшний день я заложил такой опыт, ко мне подъехали, и предложили такой препарат, как называется, внутрчарч. Я вношу под основную обработку почвы, да вот сейчас я внес, независимо, какая будет культура, ну, по 100 килограмм амофоса я уже внес. Дополнительно к этому я буду сеять, соответственно, с азота и фосфоросодержащими, ну, сложными одобрениями, да. Какой результат будет, я, конечно, потом скажу. Вот в чем, слишком вот это предложение было, чтобы продлить срок действия фосфорных удобрений, мне, и которые могла бы усвоить не 15 процентов, за счет продления, что они не блокируются тяжелыми металлами, до 10 месяцев почвы. Вот я уже обработал, первый на 300 гектаров, 30 тонн взял, специально машину мы из Москвы пригнали, мы, как я им назвал, мы проинкрустировали все удобрения, это фосфор, этим внутричажем 2 литра на тонн удобрений, вот, и дополнительно с этим еще и диамфоски сделал там, там, тонн 10. Я тоже его вместе сел, вот, зарядить, с этим магазином, шариться. Это для работы, для работы. Ну, да. Для работы, вы можете на работе? Нет, я, только вам... Ну, внутричаж у нас, на... Допустим, уже 3 года, это американский предприятие. Да. Для того, чтобы эффективно работать с МОКОСом, его нужно поделать на 15-20 сантиметров. Как я делаю. И, ну, или ЧАКО позволяет, допустим, по МОКОСу повысить коэффициент испорта с 10-15 до... Семьдесят. И какие, где-то, 28 процентов, как я думаю. Но, проще сделать не сильнейший тур, чем вот этот испорт, потому что, что-то достаточно... Так, кто смешил с ЖКУ. Достаточно для вас. Спасибо, что в науке, что она, говорится, прислушившаяся к нашим рекомендациям. Но... И нашим... Семьдесят. И, ну, не к тому, как мы рекомендациям науки прислушившаяся. Единственное, что я хотела снимать. Ну, внимание, что, конечно, ну, наука у нас в образе врача всегда выступает, как всегда. Придешь к врачу и говоришь, он, а вы когда пили таблетку? Утром? Ну, надо же было вечером выпить. Так его... Или наука. Он всегда говорит, тут надо было то, надо было то, надо было то. А кто знает? Мы же не знаем, какая. Если бы нам дали точные прогнозы повода, мы бы тогда делали все правильно. Потому что, насколько я знаю, ставропольцы всегда выскакивали за чучу. Потому что они зимой, в течение зимы были теплые. Они там все время вносили каст, там, я не знаю, селитру. Эта селитра... Да, там была теплая зима, помогала, эти азотные одобрения как-то стимулировали эту зиму пшеницу, что она вегетировала там в эти окна, там, ну, теплые дни. Поэтому, ну, опять же, этот год не стипичный, и мы не можем сейчас давать, мне кажется, нет смысла давать рекомендации. Надо просто задуматься, да, там, и пытаться анализировать. Но мы же сами говорим, что он не поддается никакому анализу этот год. Очень хорошо поддается. И главное иметь соответствующий массив данных. Да.